В эфире программа Бьюти Тайм. Красивые люди в красивом городе. Смотрите в этом выпуске. Краски нового сезона, первые поступления весенних коллекций комментирует стилист Людмила Жукасова. О трудностях работы и профессиональном мастерстве. Участница конкурса «Хочу быть моделью» рассуждает во время примерок и репетиций. Кому показана пластика верхнего века? В каком возрасте можно лечь под нож? На вопросы зрителей программы Бьюти Тайм отвечает пластический хирург Иван Молдаван. Одна пара обуви на сезон – это не только не стильно, но и неправильно с точки зрения гигиены и заботы о здоровье ног. Как составить удачный обувной гардероб и как заставить пару сапог или ботинок сделать фигуру более привлекательной – смотрите прямо сейчас. Сегодня модная индустрия предлагает огромный выбор обуви, разные по стоимости и по дизайну. Не ограничивают выборы и правила стиля. Изящные туфли надеваются к джинсам, а тяжеловесные ботинки – к шифоновой юбке или к кокетливому платью. Цветная обувь делает образ более сложным и вовсе не требует, чтобы к ней в тон в тон подбирались сумочка, перчатки, шапка или шарф. Такие ботинки могут быть единственным и самостоятельным цветовым акцентом. Белый цвет – один из самых сложных, если речь идет о зимней обуви. Оптимальный вариант – сочетать его с серыми, бежевыми или контрастно-черными элементами. Следует присмотреться к обуви и как возможности корректировать фигуру. Правильные сапоги или ботильоны сделают ноги длиннее, а бедра – уже. Выгоднее всего ножка смотрится в том случае, когда горизонтальные линии приходятся на самую узкую ее часть. Также более выгодно подается фигура, когда цвет колготок, брюк или легенцев близок к оттенку обувной пары. Обладательницам большой ступни лучше избегать обуви светлых оттенков, а также остров носов и каблучков рюмочек, которые визуально увеличивают стопу. В трендах продолжающегося сезона – обувь со спортивными элементами, танкетка, сочетание нескольких фактур и цветов, металлическая фурнитура в байкерском стиле и обувь в ярких оттенках. Обувь способна создавать абсолютно разные по своему настроению комплекты, и под обувь одной парой их бывает сложно обойтись. Как показывает практика, разнообразие обувного гардероба – лучший способ оставаться стильным и сохранять свою обувь в хорошем состоянии. Вы смотрите Beauty Time. Далее выпуски, базовые предметы и ультрамодные элементы коллекции наступающего сезона. Кризисы приходят и уходят, а хорошо выглядеть хочется всегда. Готовясь к этой весне, как никогда, стоит подойти к вопросу сезонного шоппинга максимально практично. Несколько весеннелетних трендов комментирует стилист Людмила Жукасова. Стали такие менее насыщенными краски, более разбавленными, приглушенными. Летом всегда это модно, поэтому такие вот уже там краски, как сиреневый туман, как бирюза приглушенная, летом всегда более модно. И между собой они сочетаются, и много достаточно каких-то принтов, там, цветочный в том числе. Самое главное правило умного шоппинга – не покупать количество, а покупать качество, как бы это банально ни звучало. Не стоит вплодить в гардеробе однотипные кофточки, топы или майки, а обратить свое внимание на предметы более статусные. Очень хорошо иметь уже не черный какой-то костюм в своем гардеробе. Сейчас очень модно, когда костюм будет вот именно современного какого-то яркого достаточно оттенка, как сиреневый туман, допустим. И к нему может быть, если использовать какой-то монохром, вот такое красивое пальто в этой же гамме, его можно надеть на что угодно. Его можно надеть с джинсами, его можно надеть с платьем с элегантным, да, допустим, даже вот с каким-то темным оттенком. Это будет очень красиво сочетаться. То есть это очень удобная вещь в гардеробе и очень элегантно, очень женственно. А мы последние сезоны постоянно говорим о том, что женственность в моде. Цветочный принт. Каждый сезон кто-то из дизайнеров обязательно повторяет цветочный принт. Потому что это тоже очень женственно, очень романтично. А летом, когда как не летом, о романтике задуматься. Даже опять же в сочетании с этим же пальто, смотрите, как великолепно выглядит. Ну и пастельные приглушенные оттенки. Морская волна. Именно вот в таком сочетании цвет разных ступеней яркости. Очень красиво будет выглядеть. И любой низ. Могут быть просто классические брюки. Могут быть джинсы. Может быть какая-то юбка на контрасте и достаточно грубые ботинки. То есть вот такие вариации. Очень модно, свежо, современно. Вот хочу сказать еще о белой рубашке. Это основа гардероба. Это база гардероба. Она должна быть у каждой женщины в гардеробе, потому что с ней миллион сочетаний можно сделать в гардеробе. И так как белая рубашка, она все же стирается практически каждый раз после того, как вы ее надели. Поэтому ее нужно покупать, освежать постоянно. Тоже очень интересно. Белая рубашка. Такой яркий блок, да, у нас появляется. То есть этот цвет на белом будет выглядеть достаточно ярко. И те же брючки, либо джинсы. И для офиса великолепно можно использовать. Ну и еще. Конечно, лучше иметь не одну белую рубашку в гардеробе. Можно вот с такой вариацией использовать рубашку. Посмотрите, какая интересная вещь, в которой много деталей, каких-то дополнительных принтов. Выглядит очень оригинально. И больше вариаций ее использования появляется. Потому что мы можем с любым цветом ее почитать. Весенние предметы одежды, помимо всего прочего, дарят невероятно позитивный настрой. Когда говенствует не пресловотое, а потеплее, а красивее, эффектнее и стильнее. И потому отказывать себе в этом удовольствии даже сейчас будет непозволительно. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на Сони Кривой 30. Британский лингвистический центр – это центр с современным и интересным подходом к изучению европейских и восточных языков. Телефон 250-05-20. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске о том, как проходит подготовка к конкурсу «Хочу быть моделью». Несмотря на то, что моду в нашей стране скорее потребляют, нежели создают, на мировом рынке востребованы русские модели. И в списке городов, где международные агентства находят модные лица, Челябинск занимает одной из первых строчек. Во-первых, Россия – это многонациональная очень страна, и у нас очень много разных типажей. То есть у нас вот даже в конкурсе есть и брюнетки, и блондинки, и даже рыжая девочка, что в принципе достаточно редко вообще бывает. Вот, и поэтому как бы можно найти совершенно разный типаж, а мода, она, как правило, ищет разные типажи. Ну и у нас в Челябинске как-то так генетически сложилось, что очень много всегда высоких девочек. Потому что приезжают, когда зарубежные партнеры, говорят, что ну вот в других городах максимум 2-3 метра 80. У нас, как правило, там 78-метр 80 – это там 80% моделей. То есть у нас такой очень высокий город. А это как раз рост для хорошей подиумной модели, которая востребована, собственно, и в Европе. Конкурс «Хочу быть моделью» за свою историю открыл немало модных лиц. В этом году финал пройдет совсем не в обычной форме. Вместо классического показа зрители станут свидетелями интерактивного шоу. Сейчас участницы примеряют на себя образы для показа и активно репетируют. Этот конкурс, наверное, меня научил, ну, так как я только начинающая модель, движение, раскрепощаться более, не стесняться. Это очень сложно. Поначалу тяжело получается, но потом все приходит с практикой. Чем больше тренируемся, тем больше получается. И все время это все приходит, но это очень тяжело. Радужные представления профессии модели обычно меняются, когда с головой погружаешься в работу. В реальности все может выглядеть совсем по-другому. Хорошо встать надо уметь, ну, хорошо преподнести свою фигуру, белье, лицо уметь сделать хорошо. Чтобы никаких недостатков не было, надо замечать всегда и не испортить вещь, и вообще внимательно относиться к одежде, которую тебе дают. Помимо этого, важно еще показать коллекцию в лучшем виде, чтобы зритель понял все то, что хотел сказать дизайнер. Халаты очень красивые, и вообще все шелковое. Ну, мне такая вообще одежда нравится, и как-то круто себя ощущает, что мне такую одежду дают. Домашняя одежда мне нравится, показывает такое настроение, передавать всю теплоту дома, энергию. Ну, хотелось бы, чтобы они изобразили такой очень домашний, уютный образ. И в то же время, ну, чтобы там присутствовала эстетика и такие нотки сексуальности. Несмотря на все сложности модельного бизнеса, желающих попасть на подиум очень много. И эти девушки готовы преодолеть все трудности, чтобы добиться успеха. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает жизнь красивой, а внешность ухоженной. Далее выпуски «Пластическая хирургия без тайн и секретов» в рубрике «Вопрос хирургу». Вся правда о пластических операциях. На вопросы зрителей «Бьюти Тайм» отвечает хирург Иван Молдаван. Меня интересует коррекция формы верхнего века. Подскажите, с какого возраста можно переходить от косметологических процедур к пластическим? Как и для всех операций, коррекция возрастных изменений, либо любых других на верхнем веке, решающим в показаниях к этой операции является не возраст, а все-таки наличие изменений и желание пациентки убрать эти изменения, выглядеть по-другому. Так, например, азиатские веки у женщин с азиатским типом лица. Мы делаем операции с 18-19 лет, когда женщины хотят выглядеть более европеизированно, и существует специальная операция по коррекции верхнего века, чтобы сделать глаз более европейский. Если все-таки эти изменения связаны с возрастными изменениями, с возрастом, тогда нужно делать именно тогда, когда есть к этому показания, когда есть обвисание кожи, когда есть хмурый, тяжелый взгляд. Для этого проводится эта операция. Возраст не является здесь показанием. Свои вопросы пластическому хирургу можете задать и вы. Подробности на сайте lifenew.me Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске модный шоппинг. Черно-белая классика, живая многослойность, бирюзовые акценты, драматический красный и другие решения, представленные в нашем дефиле. Есть такие дизайнеры, чьи коллекции называют артистическими. В них, помимо модных тенденций, есть что-то, что создано специально для людей креативных и независимых. Сегодня в водном шоппинге участвуют именно такие. Наши модели – исполнительницы восточных танцев школы Олега Иванова. Дефиле открывают черно-белые сочетания. Сочетание черного и белого является классикой. Оно подходит как для торжественных случаях, так и на каждый день. Каждый год дизайнеры предлагают свои варианты на тему черного и белого. Так называемое развитие черно-белой темы в коллекции происходит с добавлением цветового акцента. Также дизайнеры предлагают разбавить черно-белую гамму яркими акцентами. В нашем случае это бирюзовый цвет, который придает образу свежести. Дизайнеры один за другим рекомендуют сочетать вещи, порой в самых невероятных пропорциях и формах. И если это делать достаточно искусно, вы не только не потеряете женственность, но и сумеете подчеркнуть хрупкость натуры, умело сыграв на контрастах. Наши комплекты составлены по принципу многослойности. Эта идея уже актуальна не первый сезон. Она позволяет правильно расставить акценты и делает весь образ более сильным, более современным. Абстрактные принты и сложные цвета придают образу загадочности. В нашем случае это сочетание черного и припленного фиолетового. Сложные фактуры ткани придают особый шип. На разнице фактур можно сыграть, создавая и комплект на выход. Например, черное платье прямого силуэта становится вечерним в комплекте с кружевным кардиганом. Сочетание трех и даже четырех цветов в комплекте – это тренд, который возник именно в современной моде. В нашем случае все оттенки представлены в платьях в виде цветовых блоков. Ну и под занавес много красного. Этот цвет настолько дерзкий, что уживаются с ним только смелые натуры. Женщина в красном способна на многое. Ну и многое может себе позволить. Имидж-клуб Светлана представляет конкурс «Хочу быть моделью». 12 февраля. Рестобар «Александр». Генеральный спонсор – бюро «Ля Фам». Партнер проекта – рекламно-производственная компания «Скайлайн». Подробности на сайте светлана74.ру Территория тайского спа на российской 206 Подарочные сертификаты от 1000 рублей Территория тайского спа Телефон 223-23-20 Удивительный мир стильной женской одежды Которая вдохновит вас и подарит массу приятных впечатлений Одежда 46 по 68 размер Подарите себе хорошее настроение В салоне женской одежды «Максимода» на Пушкина 60 Диплекс. Галерея красивых судеб Телефон 211-23-23 Сразу после «Бьюти Тайм» смотрите проект 31 канала «Модная тема». Сегодня речь пойдет о том, как создать женственный и при этом современный динамичный образ. А у меня все. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Женственность в современном понимании достаточно тонкий вопрос. С одной стороны нужно быть мягкой и романтичной, с другой соответствовать динамике жизни. По мнению экспертов, как такового женского стиля не существует. Правильнее будет говорить об элементах женственности в деловом, спортивном, гранжевом или любом другом из востребованных сегодня направлений. Женственные образы довольно просто составлять, если ориентироваться на два важных правила. Первое правило – выбирать то, что никогда в обычной жизни мужчина не наденет. И второе правило – выбирать то, что в представлениях мужчин является женственным. С точки зрения силуэта женственным будет считаться тот, который подчеркивает изгибы – переход талия-грудь-бедра. К женственным тканям относятся струящиеся пластичные и фактурные материалы. Если деним, хлопок, шерсть являются тканями унисекс, то легкие струящиеся ткани, к которым так и хочется прикоснуться, являются эталоном женственности. Легкие полупрозрачные шелка, шифоны, бархаты, кружево и трикотаж замечательно подчеркнут вашу женственность. Цвет в костюме играет определяющую роль. Обратите внимание на всю палитру пастельных оттенков. Кроме того, традиционно жерстяным цветом является красный цвет во всех его проявлениях – от кораллово-розовых оттенков до сиренево-фиолетовых. Если же мы говорим о вечернем комплекте, то отдаем предпочтение черному цвету. Типичная ошибка стиля считается перебор с романтикой. Когда рюши доминируют, они являются акцентом. Когда в образе зрелой женщины появляется кукольность или детскость. Женственный образ – это не только одежда в романтическом стиле. Главное правило – найти золотую середину. Надо уметь дополнить женственный образ мужской деталью или наоборот. В брутальный образ добавим один женственный элемент. Такие сочетания всегда смотрятся очень стильно. Из всех женских образов, которые когда-либо знало человечество, сегодня актуален образ реальной женщины. А это значит быть мобильной, все успевать и хорошо при этом выглядеть. Это модная тема. Тысячи модных идей для ярких праздников и стильных будней от креативной команды VIP-отелье «Модный дом. Я». Всегда рады видеть вас на Пушкино 32. Редактор субтитров А.Семкин